Строительство 16-этажки начали два года назад. Окончание стройки планировали на декабрь текущего года. Но вот уже несколько месяцев строительство здесь не ведется. Я вот не слышу, что там брякали что-то или чего-то, или подвозили, или нет. Ничего вот этого не видела. То есть нет строительства? Мне кажется, ничего не делают тут. Наблюдательные жители ближайших многоэтажек считают, что строительство приостановили. И на то есть причины. Его заморозили, я знаю, этот дом. Почему вы так пришли? Потому что тут на пятом этаже трещины пошли по колоннам. Они пояса металлические сделали. Вряд ли здесь кто будет жить. Недостроенная высотка привлекает внимание местных экстремалов. Некоторые из них даже выкладывают видео в интернете с панорамой города с 14-го этажа. Как оказалось, охраны здесь нет, ворота стройки открыты. На территории высотки мы встретили лишь одного рабочего. А вы здесь один? А где все? Нет. А вы кто? Я рабочий. А где охрана? Вечером уходим. Почему высотку забросили? В администрации города о приостановке стройки знают. Сейчас мы видим, что строительство ведется не теми темпами, на которые рассчитывали дольщики. Мы неоднократно встречались с руководством компании «Техноповолжья КАА», которая ведет строительство данного дома. По словам Юрия Чибисова, застройщики сменили подрядчика и сейчас строительство приостановлено только из-за того, что задерживается монтаж высотного крана, который сможет достроить два самых верхних этажа. Глава администрации развеял слухи о полной заморозке строительства. Нет, это не соответствует действительности. Действительно была трещина, она устранялась. Приезжали экспертизы, приезжали проектировщики. Было найдено техническое решение, которое позволяет все это эксплуатировать данному дому. В администрации города вопрос строительства одного из четырех 16-этажных домов держат на контроле. Обещали разобраться и в проблеме охраны стройплощадки. Татьяна Балуниева, Виталий Немов. Наше время.